Дорожное движение Дорожное движение Дорожное движение ВАЗ-2107 двигаясь в сторону города Новозыпково. Совершил столкновение с остановившимся на проезжей части дороги для осуществления маневра поворот налево трактором «Беларусь» с прицепом под управлением 27-летнего водителя. Увидел, что спереди двигается, едет машина. Прижался к правой стороне и заметил, что сзади машина. Прижался, остановился, включил поворотник. В результате ДТП водитель и 73-летний пассажир ВАЗа от полученных травм скончались на месте ДТП. В момент ДТП водители пассажир отечественного автомобиля не были пристегнуты ремнем безопасности. 47-летний и 12-летний пассажиры ВАЗа с различными травмами госпитализированы. С целью установления состояния опьянения у водителя автомобиля ВАЗ осуществлен забор биологических объектов. В текущем году на территории Брянской области сотрудниками госавтоинспекции выявлено почти 2000 фактов выезда на полосу встречного движения. Вследствие этого опасного нарушения с начала года погибли уже 18 человек. Госавтоинспекция в очередной раз обращается ко всем водителям с убедительной просьбой исключить неоправданный риск и не выезжать на полосу встречного движения без острой необходимости. Ведь там любое столкновение заканчивается тяжелыми последствиями. Перед поездкой не забывайте пристегнуться ремнем безопасности и удостовериться, что ваши пассажиры также пристегнуты. Летнее время вносит коррективы в аварийность. На дорогах появляются двухколесные транспортные средства, чьи водители являются одной из уязвимых категорий участников дорожного движения. Особую тревогу госавтоинспекции вызывают дети, велосипедисты и водители мототранспорта в пожилом возрасте. 15 июня около 6 часов вечера в Брянском районе 26-летний водитель автомобиля Ниссан Тиана, двигаясь со стороны города Почипа в сторону города Брянска, совершил наезд на 10-летнего велосипедиста, который двигался по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП юный велосипедист с диагнозом закрытый перелом лучевой кости правого предплечья со смещением отпущен с назначением лечения. Я двигался со скоростью километров 5 в час. То есть я не полностью остановился, да. Я как бы, ну, вот все, тормоза нажал, отпустил, она просто катилась, как бы еле-еле. 16 июня около 7 часов вечера на улице Калинина в поселке Выгоничи произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. По предварительной информации, 38-летняя женщина-водитель автомобиля Киа Спектра при совершении маневра поворот налево на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу мопеду «Альфа» под управлением 34-летнего водителя и допустила с ним столкновение. Движение было у меня где-то в 30 километров в час. Навстречку мне ехал мотоцикл на очень большой скорости. Я поняла, что он едет на меня. Я решила уйти от столкновения. И в связи с тем, что я собиралась перестроиться уже налево, включив поворотник, я ушла на обочину, куда он в меня и врезался. В результате ДТП водитель мопеда с диагнозом открытый перелом обеих костей средней, нижней, трети левой голени госпитализирован. Пятилетний пассажир мопеда с диагнозом закрытый перелом правой бедренной кости также госпитализирован. Напомним, что перевозка детей пассажиров до 12 лет на мотоцикле строго запрещена. Еще одно ДТП с участием мототранспорта произошло на следующий день, 17 июня, около половины 11 утра в Климовском районе. 81-летний водитель мопеда «Сталкер» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Лада Калина» под управлением 57-летней женщины-водителя. В результате ДТП 81-летний водитель мопеда от полученных травм скончался. 21-летний пассажир мопеда с диагнозом закрытый перелом средней трети правой голени со смещением госпитализирован. И водители пассажир мопеда находились в застегнутых мотошлемах. В понедельник, 21 июня, в районе дома 23 по улице 2 Мичурина города Брянска 59-летняя женщина-водитель автомобиля Ниссан Экстрейл, двигаясь по улице Есенина в сторону улицы 2 Мичурина, совершила наезд на 9-летнего ребенка-пешехода, который переходил проезжую часть с велосипедом в руках по нерегулируемому перекрестку. В результате ДТП ребенок с ушибами и ссадинами правого голеностопного сустава и стопы после осмотра в детском травмпункте отпущен домой с назначением лечения. Уважаемые водители автомобилей, помните, что на дорогах появились мотоциклисты и велосипедисты, поэтому при управлении вашим транспортным средством необходимо быть предельно внимательными и сосредоточенными, всегда смотреть по зеркалам и не допускать беспорядочного маневрирования. Уважаемые мотоциклисты, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, избегайте спешки и также будьте максимально сконцентрированы. 16 июня в областном центре проведено рейдовое мероприятие по пресечению нарушений правил дорожного движения велосипедистами. В ходе мероприятия сотрудники госавтоинспекции контролировали соблюдение правил, а также проводили профилактическую работу с указанной категорией участников дорожного движения. За неполные 6 месяцев на территории города Брянска зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с участием велотранспорта, в которых 4 велосипедиста получили травмы различной степени тяжести. С начала года за различные нарушения к административной ответственности привлечены почти 200 велосипедистов, в том числе в состоянии опьянения трое человек. В госавтоинспекции подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», которое проходило с 15 по 17 июня на территории всей области. За время мероприятия сотрудниками госавтоинспекции проверено свыше 1000 автобусов, в том числе 152 автобуса, осуществляющие межрегиональные перевозки. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено более 300 водителей автобусов. По фактам, указывающим на наличие правонарушений при эксплуатации транспорта со стороны должностных или юридических лиц, к административной ответственности привлечено 17 должностных и одно юридическое лицо перевозчиков. Выдано 18 предписаний об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. Почему у вас заблокирован аварийный выход? Поясните. Кто вам разрешает возить людей в таком состоянии на автомобиле? Выясняйте. Вы людей безоизвестных и я. И на сегодня это все. Желаю вам безопасного пути и только хороших новостей. До встречи в эфире на телеканале Брянская губерния.